Рождественские чтения Международный церковно-общественный форум прошел в 32-й раз. Сделано в России. Фестиваль-ярмарка знакомит жителей китайской провинции Ляунин с российской продукцией и культурой. Малая Родина – Сила России. Масштабный форум объединил муниципальные сообщества страны. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в Москве завершили работу 32-е международные рождественские образовательные чтения. Центральной темой крупнейшего церковно-общественного форума стала православие и отечественная культура. Мероприятие ежегодно проводится под почетным председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, собирая более 5000 участников. В центре внимания международных рождественских образовательных чтений на этот раз были вопросы духовно-нравственного образования и воспитания детей и молодежи. Предварял форум региональный этап. Он охватил все регионы нашей страны как в очном, так и в онлайн-формате, задействовав более 200 епархий не только в России, но и за рубежом. Заключительный этап рождественских чтений прошел под почетным председательством патриарха Кирилла. Он совершил божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. И дай Бог, чтобы вот этот духовный заряд и эта интеллектуальная сила, являемая через рождественские чтения, могла бы и далее плодотворять нашу церковную жизнь. Помогать епархиальным архиереям, игуменам и игуменей монастырей, настоятелям, благочинным, да и всему нашему клиру определять приоритеты своего служения, особенно на стыке церковно-общественных и церковно-государственных отношений. В рамках рождественских чтений в Совете Федерации прошли парламентские встречи, где обсудили основы духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Всего в программу было включено не менее полутора сотен мероприятий. Торжественное заседание прошло в Государственном Кремлевском дворце. Взирая на сложный и полный тяжелых испытаний исторический путь Руси, невольно поражаешься, как же часто происходило так, что наш народ останавливался у края пропасти или даже начинал в нее падать, и, как казалось, что ничто не могло его спасти, но словно некой невидимой десницей возводился от рова преисподнего, как говорит нам 39-й псалом, вновь укрепляясь и возвышаясь. Площадками проведения форума выступили столичные учебные заведения, школы и храмы, а также Патриарший дворец Московского Кремля, залы правительства, культурные и духовно-просветительские центры. Всего было задействовано около 70 площадок, на которых участники форума поделились опытом и представили свои проекты. Анастасия Голдабина специально для программы «Время русского мира». В провинции Ляуни во время китайских новогодних праздников вовсю проходит первый фестиваль-ярмарка под названием «Сделано в России». Основной акцент мероприятия на презентации российской пищевой продукции. Однако посетителей радует и культурная программа, включая мастер-классы по народным художественным промыслам. Подробнее далее. Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» является одним из ключевых мероприятий в 2024 году, направленных на укрепление экономических связей между Россией и Китаем. По словам генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, это событие – возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров. Это розничная продажа, это бизнес-переговоры, которые пройдут между крупнейшими российскими экспортерами и китайскими дистрибьюторами для выстраивания долгосрочных уже дистрибьюторских отношений. Это мастер-классы поваров российских компаний, которые будут готовить из российской продукции блюда российской и китайской кухни для того, чтобы продемонстрировать все разнообразие вкусов российской экспортной продукции. Для праздничного новогоднего стола китайские потребители могут купить мед, мороженое, шоколад, конфеты, квас, пастилу, торты и многое другое. Всего для посетителей ярмарки представлено более тысячи различных товаров от более чем 70 российских компаний. Китайцы очень внимательно относятся к каждому продукту, который они потребляют. Они очень внимательно относятся к истории бренда. Для них очень важны исторические моменты, как этот бренд образовался, как им очень интересен производственный процесс, потому что не секрет, что российские товары в Китае ассоциируются с высоким качеством и натуральностью. С учетом приоритетных товарных групп экспорта в Китае, к участию в торговле были приглашены ведущие компании агропромышленного комплекса. Всего мы поставляем порядка 30 номинований, но из них 5 основных, и это все маринованные огурчики. Помимо маринованных огурцов, мы запланировали сделать большой фокус на различных соусах. В соусах из российской и международной кухни. Гости фестиваля ярмарки активно принимают участие в дегустационном шоу и других мероприятиях, подготовленных российской стороной, включая музыкальные выступления и хоккейные матчи. После завершения масштабного события купить российскую продукцию можно будет и на маркетплейсах Китая. Альбика Ильясова специально для программы «Время русского мира». В столице прошел первый в истории форум «Малая Родина. Сила России», объединив всех глав муниципальных образований из 89 регионов страны, чтобы обменяться опытом и без посредников пообщаться с федеральными министрами и самим президентом. На площадке международной выставки форума «Россия» на ВДНХ муниципальный форум «Малая Родина. Сила России» собрал более 7 тысяч представителей муниципальных образований. Как отмечают сами участники, это масштабное событие стало новым этапом развития местного самоуправления в стране. Ведь благодаря панельной дискуссии и другим мероприятиям они смогли обсудить вопросы развития человеческого потенциала и профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд. Диалог этой вертикали власти, горизонтали, общественности, скажем так, тех людей, которые не равнодушны к нашей стране, он состоялся вот в этих стенах. И смотря уже все наши государственные каналы, ну и частные, мы видим Россию здесь вот в этом павильоне. Наверное, пришел черед приехать к главам сел, городов, районов и сказать «Здравствуйте, мы сегодня строим Россию, мы сегодня с вами, мы сегодня одно целое в нашей стране, сегодня самый важный момент». Преображение и укрепление всей страны начинается с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест, внести вклад в процветание и развитие своего города, поселка или района, отметил президент России Владимир Путин. Он принял участие в церемонии награждения победителей премии служения, состоявшейся в рамках форума. «Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Ну, конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяет образ всей большой нашей страны, так как люди видят свое настоящее и будущее». После обращения к участникам форума глава государства вручил статуэтку победителю в специальной номинации «Судьба человека. Гордость Отечества» главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета Салаватского района Республики Башкортостан Ильнаре Сафиной. «Ильнара Ураловна Сафина!» Напомним, Всероссийская муниципальная премия служения присуждается по десяти номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развития местного самоуправления. В этом году рассмотрено порядка 19 тысяч заявок из 89 субъектов России. Евгения Факурдинова специально для программы «Время русского мира». 10 февраля в Москве состоится творческий вечер-концерт Бориса Галкина и Инны Разумихиной под названием «Вместе». В своей программе «Откровений» артисты представят как авторские стихи и песни, так и произведения на стихи русских поэтов. Заслуженный артист России, актер театра и кино Борис Галкин и певица Инна Разумихина представят вниманию зрителей новые песни «Русский мотив», «Ангелы Донбасса» и «Ты только будь», а также написанную в 1998 году песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова под названием «Навстречу друг другу». Идущие одной дорогой обязательно встретятся, обнимутся и скажут «Свои, мы вместе, с нами любовь». Частью концертной программы станет и биография звездного дуэта. Артисты поделятся собственным источником силы со зрителями, своей любовью и вдохновением. Итак, мы вас ждем 10 февраля в 18.00 в концертном зале Яровид Холл по адресу Москва, Большая Якиманка, дом 26. Приходите. Накануне в стенах фонда «Русский мир» прошел круглый стол, посвященный вопросам поддержки и защиты соотечественников, проживающих в Приднестровье. Сегодня это непризнанное мировым сообществом государство переживает очередной серьезный этап в отстаивании своей истории. Эксперты и участники мероприятия обсудили текущую ситуацию в Приднестровской Молдавской Республике. За последние 30 лет граждане Приднестровья доказали свое право на развитие и намерены делать это и впредь в русле дружественного братского взаимодействия с Россией. Сегодня Молдавия вводит новые ограничения для мирных жителей Приднестровья, усиливает контроль на границах, устраивает незаконные задержания, обыски и остановку товаров первой необходимости. С каждым днем становится все напряженней. Совершенно неожиданно для Приднестровской стороны Молдова с 1 января била новые санкции. По большому счету это возврат к политике блокад. Молдова решила собирать таможенные сборы с приднестровских предприятий, как будто бы они являются экономическими агентами Молдовы. Получается, что этим предприятиям придется платить двойной таможенный сбор. Это и в бюджет Приднестровья, и в бюджет Молдовы. С такой нагрузкой предприятие точно не справится. Приднестровье – это образец мужества, ведь несмотря на десятилетия борьбы и враждебного окружения, государство смогло выстоять и сохранить свою верность России своему прошлому, своей борьбе с нацизмом. Добрый день будет усиливаться, и, конечно, Приднестров все, я уверен, ждут от России, что она завершит победно свое замечательное противостояние и борьбу с украинским нацизмом. На самом деле это борьба на совершенно иное историческое будущее всех народов и даже понятие человека и человечества, потому что Запад поведает домой к восточию конца истории. Но ждет и победу, потому что от нашей победы, русской победы, зависит, конечно, будущее Приднестровье. По мнению участников «Круглого стола», Россия и международное сообщество должны решительно противодействовать давлению на Приднестровье со стороны Молдовы. Также необходимо рассматривать все вопиющие нарушения прав человека в международных организациях, в том числе и в судебных органах. История Приднестровья, Приднестровской земли, она неразрывно связана с Россией, с Российской империей. И по сей день нас объединяют исторические, культурные, духовные, нравственные связи. Участники мероприятия высказали свою убежденность в том, что дружба и братские отношения с Россией продолжатся, и что обязательно наступит время, когда Приднестровская Молдавская республика станет признанным государством. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране и городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего вам доброго и до свидания.